Матвей Федин – особенный ребенок, и дело тут не в диагнозе. В свои 12 лет он успевает учиться в школе, профессионально заниматься танцами и рисовать. В Одинцово на фестиваль «Я автор» мальчик приехал вместе с мамой из Ивантеевки. Очень, очень любим выступать, очень активно. Любим продвигаться вперед, добиваться успехов. У нас такие активные, большие друзья. Матвей – один из 28 участников фестиваля. Для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Для себя он выбрал номинацию «Музыкально-исполнительское искусство». Кроме нее есть еще три – художественное слово, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Алена Савельева, жительница Одинцова, на фестивале прочитала стихотворение собственного сочинения. Посвящено оно совам, тем, кто любит поздно вставать. Скорь вечером, паспу, скоро спать. Ну, а я давай писать и душою отдыхать. Вечером плиту из зинки, вечером читаю книжки. Ночью что-нибудь ищу. Ночью я, считай, живу. А походу, а лягу спать. Ладно мне, никак не встать. Перед членами жюри, а это в основном педагоги районных школ искусств, стоит непростая задача – оценить творческую работу участников фестиваля максимально объективно, но с учетом состояния их здоровья. При святой благослови журналы, на них сосудят стопы и стыд, и все на руку видала королеву красоты. Вообще творчество – это выражение души каждого человека, по-моему. Вот и будут оценивать, как же или ребенок, или молодой человек, как он выражает вот эти свои. Ну и, конечно, все те критерии, которые бывают на фестивалях, на конкурсах. Конечно, не все участники фестиваля станут его лауреатами, но для многих это не самое главное. Важно, что они вырвались из дома, показали себя и посмотрели на других. Это радость, это счастье, это эмоции. От нового впечатления, от творчества, от все самое лучшее. Что он может подарить. Фестиваль «Я автор» – прошедший в Одинцово отборочный этап международного конкурса. Те, кто его успешно прошел, отправятся в Москву. Впрочем, всех участников творческого состязания можно смело назвать победителями. Самое сложное испытание, какое только может приготовить судьба, они научились преодолевать. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.